всем привет друзья мы сегодня едем бабушки наконец-то да давно хотели посетить там две сашины сестры оля и настя живут и мама ну вот мы поедем через иркутск саша еще там свои дела нужно в общем забежать в магазинчик забежит заберет запчасти и поедем вот остальные у нас в школе но миша сегодня ночью должен прилететь до 12 часов ночи сегодня прилетает у нас миша с южно-сахалинска домой не знаю на первом часу ночи до миша приедет сюда домой тоже 12 прилет посадка здесь пока не там я не знаю но встречать не ты поедешь до в иркутск кто-то другой заедет никто не звонил нам алиса уснула у нас уже сейчас обеденный у нее сон спит уже да мы все покушали и отправляемся погода сегодня чудесная хорошая солнечная вот 12 200 аккуратно не сломай ничего 12 200 ребята забрали мы запчасти так мало отчетом ничего нету мы забыли прошлый раз про ремень привода поэтому его сейчас добавили мне там еще сделали маленько скидку и получилось нас должно было получиться с ремнем 12 700 но вышло 12 200 то есть еще скидочка маленько сделали сделали скидку и на ремень уже до этого была скидка поэтому как бы это что страшно держать пакетик в руках потому что такая громадная сумма вот в этом одном пакете спасибо всем кто помог кто поучаствовал на большое большое спасибо прям вообще такая помощь спасибо кто молится за нашу семью по поддерживать даже если вы смотрите наше видео это просто вообще супер поддержка колоссально менять до замены тоже договорились знакомые поможет сказал сделать подешевле работаю это потому что работа большая мы сейчас с арсением еще позвонили по разным фирмам кто сколько берется ну за такую работу минимальная цена которую мы нашли четыре с половиной но это не факт потому что это только замена цепи они еще не знают что попутно нужно будет сразу поменять и прокладки и сальники и так далее то есть у них все фирмы считают по отдельности замена сальника там столько-то замена ремня привода там столько-то замены цепи столько замены жители столько-то в общем все колеблется примерно от 8 до 9 тысяч то есть 6 уже никто не делает четыре с половиной но они только это замена самой цепи а попутно еще наберет и короче в общем все в 9000 выходит поэтому сегодня разговаривал со знакомым с автосириса с другим он сказал что сделает за 4 тысячи но это будет только на следующей неделе и только в его выходной когда он будет свободен вот так там мама сейчас звонила твой она в иркутске что делает ждет нас наши тогда но софь перовской она уже как раз на маршрутку пошла в общем поехали бабушки она с работы сегодня возвращается больницы работает на крючок и мы сейчас заберем и как раз к ней поедем я и написала спросила где они настя придется сказала туда к маме так что чуть не разминулись мы бы так сейчас рванули и бабушка по следам ехала только пол второго не маршрутка у нас сейчас садится на там на посадке миша сядет скоро в самолет еще спрашивал настя но они сейчас на посадку до в аэропорту сидят от фотографии еще прислал я выложила сейчас их соцсеть там может кто ну так что дай бог чтоб хорошо долетели в общем чё можно сказать про мишу главное участие утешимся про мишу можно сказать то что нужно больше тренироваться в стрельбе вот это главная сдача то есть ногами ногами он бежит хорошо там спору нет то есть по всем показать даже 1 обогнал ногами если бы он стрелял все стрельбы на ноль он бы был во все гонки практически мне кажется первым потому что ногами он ну то есть лидеров даже обходил ногами ну вот я посмотрел статистику но так как тренировки стрельбе у нас недостаточно дом они не могут тренироваться в стрельбе потому что у нас нет такой винтовки с которых они стреляют на соревнованиях то есть нас есть обычно эти и мэрки но они абсолютно не подходят для этого потому что они дают только первый навык стрельбе в принципе для тренировки именно в спортивной стрельбе такой как биатлон нужно именно правильное положение во время стрельбы перезарядка и так далее то есть много есть нюансов ну и пока мы не можем себе такую винтовку позволить стоимость этой винтовки я вчера посмотрел 65 тысяч поэтому ну очень дорого короче так и будем ногами бегать да в общем хочешь меньше хорошо стреляй тяжеловато не можешь хорошо стрелять ну тогда тебе нужно очень хорошо бегать еще больше ну и получается да что все это такое как бы на таком уровне у нас есть на базе винтовки хорошие с которых они стреляют вот как раз такие которые стоят до по 65 тысяч но того же их никто не даст это же все подотчетно на базе они много стрелять тоже не могут потому что у них и тренировочный процесс и на лыжи упор делать то что они только в биатлоне участвовать еще и в лыжах поэтому у них выделяется время на тренировки по стрельбе и выделяется время на тренировки на лыжах но на лыжах больше потому что у нас здесь больше соревнований как на лыжах проводится чем по биатлону в этом году правда вот 19 вот начало двадцатого много соревнований по биатлону было прям вообще много и даже мне показалось что больше по биатлону были соревнований чем просто лыжи но для того чтобы до нужно тренироваться стрельбе и много тренироваться пока такой возможно нет мишени дома я сделал мы как бы навык первые мы все-таки дали этот который нужно ну как правильно стреляетесь такое дома стараются они но недостаточно только просто стрелять нужно правильно стрелять а правильно стрелять с винтовкой которая вот так вот перезаряжается Ну, то есть это вообще ни о чем Ну и куча с нее никакая, конечно В общем, спонсоры, отзовитесь Кто в спорт бы хотел вложиться в ребенка Это было вообще супер просто Если кто-то может сам спортсмен Сейчас сложно спонсора найти, наверное Да, очень сложно Тем более у нас тут в глухомании Вчера просто сидели вечером Уже смотрели всю статистику По всей их стрельбе, по всему бегу и так далее И уже пришли к однозначному выводу Что ногами все хорошо А по стрельбе все очень плохо Да, он ногами первого обошел Мы уже посмотрели по времени По времени у него не было Хорошо, а стрелять нет навыка Так что вкладывать, конечно, в ребенка надо Но деньги не посильные вообще Это только спонсоров, если искать У нас тренер тоже как бы Он со спонсорами Тренер постоянно ищет спонсоров Потому что сами они тоже не потянут ничего этого Наша спортивная школа Она вот, если бы тренер не занимался Она бы вообще ничего не выделяла Так как у нас тренер давно там уже работает Он вообще Вот человек молодец Он выбивает для детей все Он выбил хорошие лыжи Он выбил хорошие винтовки Они у них есть и так далее Вот одна винтовка сейчас у меня там в ремонте дома Потому что у нее там Ну из завода она пришла И она немного была с дефектом Я ее подремонтировал И сейчас она все будет справа Сейчас вот приедет Я ее верну на место На базу Ну а так получается, что да Нужно учиться То есть мы не то, чтобы Хотим потешить Самолюбие Ребенок спортсмен Это мы делаем вклад в их будущее Потому что будущее ребенка зависит сейчас Ну как бы Хоть мы и верующие И нам все говорят Не думайте о завтрашнем дне Но если мы совсем ничего делать не будем Тогда какая Ну хотя бы то, что можем сделать Что мы можем сделать Мы делаем, да Естественно, если мы не можем эту винтовку купить Но мы не можем ее купить Тут хоть разорвись Пока будет, значит, так Сколько есть на базе Сейчас они в Новосибирск опять собираются на соревнования То есть следующий этап Они были сейчас в Южно-Сахалинске И после Южно-Сахалинска Они в середине марта, по-моему Собираются ехать в Новосибирск Там последний этап этого кубка будет И там опять будет эта стрельба И опять будут проблемы со стрельбой Ну, скорее всего, ногами хорошо пройдет Те, кто приезжает туда, на этот кубок Со своими винтовками У кого есть возможность купить такую винтовку Кто много тренируется Она пристреленная Пристреленная под него Подогненная под него А не под другого человека Те хорошо стреляют И занимают хорошие позиции, места А те, кто приезжает Ему эту винтовку там выдают Она под него только пристрелена Вот, буквально перед соревнованием Там не поднято ни щека под него Ну, то есть не привык еще ребенок К спуску не привык и так далее Он не может с нее стабильно стрелять Каждая стрельба отличается друг от друга То есть почему спортсмены Те же международного уровня У них своя винтовка Они сколько делают тренировок в день на стрельбе Это очень много И они, конечно, уже привыкли Привыкли к спуску Какой спуск? Мягкий, тяжелый Как взять винтовку? То есть даже две одинаковые абсолютно Так, в винтовке У них все равно будет какая-то разница Прикладистости и так далее То есть и здесь как бы то же самое Как бы мы там не старались Подстроить под него ее в первый день Ну, перед соревнованием Он все равно не будет с нее стабильно стрелять В этот день Потому что он к ней просто не привык Ну, вот в этом как бы заключается Мы ездили здесь с Димой Когда на соревнованиях Когда Дима продул, там пятый был У него тоже проблемы со стрельбой И приехал паренек, который Ну, младшего возраста В другой группе он участвовал Он приехал со своей винтовкой Так у него стрельба идеальная У него всего два промаха было Из четырех рубежей Идеальная стрельба, можно сказать Для такого ребенка, да Он младше возраста Но он прекрасно отстрелялся И отец с ним приехал как тренер То есть его тренирует отец И у него Ну, то есть такая стрельба У взрослых такой стрельбы нет Ну, у наших пацанов Такой стабильной стрельбы нет Как у него Потому что, ну, вот он дома много занимается Я разговаривал с его отцом Он говорит, да, винтовка дорогая Но мы как бы вложили и не пожалелись Ну, вложились наоборот И не пожалели, что Ребенок имеет возможность Такую стрелять нормально, стабильно Как бы нет, без проблем В любое время свободно он пошел Дома стоит также установка Он пошел, пострелял, потренировался И проблем нет Ну, будем думать Что делать Может действительно Так же, как тренера наши Будем искать спонсоров где-то Может быть, кто-то Отзовется как спонсор Нанесем его рекламу Логотип на винтовку Я уже Саше говорила Обратиться За рекламой к ним К заводу К заводу Ну, не получится То есть, завод Ишмаш, по-моему, производит Ну, он такой раскрученный завод Он в такой рекламе, как мы Не нуждается Поэтому, что там У него хватает рекламодателей Покрупнее Маленький канал Ладно, мы едем за бабушкой Везде все развезло Смотрю в Иркутске Грызище Сейчас она ждет Там нас на остановке Забираем бабушку Привет Привет Подмерзло, говорят На улице вроде теплые Что-то подмерзаешь Я пришла, а спотела На вторую старую путь Дорогу-то Ну, ладно, едем Мы уже в горячих крючах Вот в этом доме живет Сашина сестра Их четверо Вот она младшая Саша самый старший в семье Мама побежала Лекарства какие-то Относить Сейчас отнесет И поедем уже до мамы Потом вечером к ней заскочим Будем выезжать В общем, мы у бабушки Ребятки сейчас пока что Поиграют здесь в зале Мы пошли кушать, готовить Кухня отдельно здесь от дома Поэтому пока они здесь Посмотрят мультики А мы пойдем Пельмешиков отварим Да? Так что подождите А вы, девочки, смотрите Ладно за малышами Игрушки дайте Алисе Ярик, привет Красавчик У нас с Санечкой Они почти одного возраста Ну вот иди с братиком Пообщайся своим Двоюродным Иди Саша решил Дровишки поколоть Что ты меня там спрашиваешь? А Я со зрителями разговариваю Ну, они сухие Потом Будем складывать Или как? Как ты хочешь? Да их хотя бы переколоть Хотя бы переколоть Проще Хорошо, как на улице Сегодня тепло Мама дала одежду Он переоделся Надо сюда привезти нам Что-нибудь Какую-нибудь одежду Чтобы она здесь всегда была Потому что Когда приезжаем Что-нибудь там Если в огороде поделать Помочь Мы уже собираемся домой Опа Исюшу оденем Лисенка Ну идите, ребята Давайте садитесь Кофты не стало теплое Одевать Жарко в машине будет В общем, Саша еще поедет Сегодня у нас Встречать ребятишек Двенадцати часов Или в двенадцать тридцать Они даже прилетят В полдвенадцатого Ну, почти ночью В общем, еще поедет В Иркутск еще раз Сейчас увезет нас А потом Поедет за ребятами Чтобы две машины им не гнать Саша на одну У нас же большая Лыжи, чтобы загрузить Они же лыжи с собой Все брали Как ты залез? Наобщались хорошо Лиза тут с Ксюшей Хорошо так наигралась Со своей сестренкой Они очень скучают Настя жила на Большой речке Сначала с семьей И Оля тоже Сашин сестры Ну, вот они переехали В горячие ключи Ну, вот немного дров перекололи Еще Витя приходил Настин муж помогал Перетаскивать дрова тоже Ну, ладно Слава наобщался с братиком Да, Костей? Они учились, кстати, в одном классе Сейчас они переехали сюда жить Я тоже в одном классе И Лиза с Ксюшей учились, да В общем, у бабушки Очень много внуков Красота Летом приедем Наиграйтесь Сейчас, конечно, быстро темнеет Но ночевать не всегда у нас получается Понимаешь? Папа то работает Еще что-нибудь Ну, может нынче получится А завтра что у нас? Суббота? Да Мы все равно домой поедем Папе еще в аэропорт ехать Сейчас у нас увезет Нет, куда мы грузиться-то будем? Нет, нет, сейчас Нас надо отвезти сначала Вот она, Ксюша Сестричка Вы даже похожи очень сильно Ну-ка встаньте вместе На родственники Сейчас скажешь У нас еще ботинки одинаковые Серьезно? А, у Ксюши такие жить, да? Ну, вот они очень сильно скучают Они же привыкли на Большей речке вместе Все время вместе-вместе А тут сейчас их разделили И Слава все время с Костей был В общем, жалко, конечно Ну, ладно, что теперь сделаешь? Что не сделаешь? Ксюша тоже на лыжную ходила раньше Сейчас на танцы, да, Ксюш, ходишь? Танцами занимаешься Ну, красота Ладно, приезжайте к нам в гости теперь Да, Костя? Летом Летом, может, приедут Вот смотрите, кстати Саша сейчас завел машину на холодную Видите, желтую Вот так загорается чек Неисправность вот этой цепи Которую нужно отремонтировать Ну, сейчас, слава богу, купили все запчасти Так что, осталось договориться На какой день И будем ремонтировать Она, если горит вот этот чек Машина, она еле едет Вообще, не тянет путем Потом она отключается И уже нормально Сейчас Саша что-то там трет фары Грязные наши Красота Сашина мама Все? Домой? Да Давай, ребятишкам печеньки Алиска начала опять уже ныть Еще не уехали, уже ноет Ага Ничего Все, Саша пошел ошибку скидывать Вот так обычно мы ездим Скинет ошибку И мы едем дальше Это, конечно, очень плохо О, спасибо Бабушка нам еще дала печенье Здорово Алиса раскопричит Мы и так там уже целых Не знаю Разных сортов печенек Целый пакет Съели Все, что осталось уже Так что все Плакать не будешь Запас у нас есть Ну все, мы отъезжаем Мама нас вот так вот всегда Провожает Пока-пока Ну все, с Богом В путь-дорожку Ну и сейчас где-то Около часа будем До Большей речки добираться Уже вечереет Бурдаковку еще заехать А, да, надо будет еще Бурдаковку заехать Мама передала подарочек Брату Саше Вот их четверо Саша старший Потом идет Настя Коля брат И Оля Две сестры живут здесь Коля живет недалеко от нас В соседнем поселке Бурдаковка Ну а мы на Большей речке Ну и мама здесь Папа тоже живет На Большей речке у нас Рядышком там Снимает квартиру Что работа у него там Ну, в общем, вот так есть дела Мы, кстати, с Сашей тоже жили В этом поселке Да, конкретно вот этот дом Мы делали, да? Поначалу Ну, сначала хотели жить здесь Месяц где-то прожили Если не больше Или лето, да? Мы в этом доме-то не прожили Мы только порядки наводили Саша работал Он там в лесхозе Электрика Мы там снимали дом Около леса практически И все А так как здесь дороги были плохие В то время мне показалось Что так сложно быть здесь С ребятишками Машина проезжает Сразу пылища такая В общем, мы решили Переехать на Большую речку И уже снимали первое время Ну, тоже жилье Пока свое не появилось Ну, вот так вкратце вам Вот такой вот поселочек Магазинчик Небольшой Это самая главная улица У них там еще, по-моему, пару улиц, да? Все Там улица там Ну, две, по-моему Оля вот там вначале живет Мы хотели заехать Не поедем Ребенок болеет Очень жалко Кто еще хотели повидаться Ну, Оля выходила к нам Мы поболтали немножко Совсем буквально И, ну, не сможем просто Пускай выздоравливает Маленький У нее трое ребятишек Все мальчики У младшей сестры Сашиной Ну, беленький домик, видите? Вот У них свое жилье Наконец-то, слава богу Так что Теперь живут они здесь Ну, в следующий раз уже заедем Надеюсь, Тёма выздоровеет Лекарства мама завезла Все будет хорошо Так что, Оленька, в следующий раз тебе заедем Ну, все, пока-пока Ну, что, семью увез я домой уже Время 22.40 Еду сейчас в аэропорт Рейс Рейс, сказали, прибудет в 11.30 Ну, я с запасом взял Пока машину поставлю Пока там зайду, посмотрю, где чего Чтобы встретить Ну, и потом уже Едем домой По крайней мере, планы такие А там будет видно Приехал я в аэропорт Время 11 часов Практически Сейчас пойду Внутрь Стою, жду сейчас Рейс наших Рейс, вроде бы, из Хабаровска пришел У них пересадка в Хабаровске была Два рейса 22.48 Вроде как прибыли Судя по табло Ну, вот, смотрю, люди ожидают Я тоже буду ждать здесь своих Сейчас будем встречать Автобус подошел Сейчас посмотрим, кто Бизнес-класс 1 июля Наши приехали уже Ну, а вон наши идут Спортсмены наши Привет, спортсмены Здорово Клайп Григорьевич Привет Че, как залетели? Прекрасно Молодцы Не на поезде же, да? Быстро Три часа, че Ясно За багажом? Ну, рассказывайте А он тоже приехал, что ли? Да А зачем? Ты ему что, отмены не дала? Николай Актерович, вроде бы, сказал Я не видел Ну, вроде бы, это Договорили, что я приеду Че, не простыли? Нет, нет, я простыл Ты простыл? Ну, вообще, простыл и все Когда? Вчера Я кашлял Ну, сейчас ты не кашляшь? Кашляш Кашляш? Пошли забирать багаж Только сейчас открыли, минут 15 Простояли, наверное, ждали, да? Я туда не пойду Пусть они там сами толкутся Здесь поснимаю Так Получили багаж Сейчас гырьки сверят Вперед Грузиться в машину Сейчас все получили? Ничего не потеряли? Нет Ну, пошли грузиться Вроде ничего На выход Идем так Настя, я с отцом поехала? И не контроль, что же с ним? Нет, здесь он Грузим, можно на заднее сиденье что-нибудь ложить Миша, ложись на заднее сиденье Чтоб здесь не загромождать Вот Потому что грязь в Иркутске Потому она грязная такая Приехали мы домой Всех по домам развезли Нет, опилки Опилки приехали, Миша Для тебя подарок Таскать будем Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!